Здравствуйте! Наши маленькие телезрители канала Баланс ТВ. Мы начинаем нашу программу под названием «В гостях у мастерицы-ведуницы». Меня зовут Элина. И сегодня я приготовила для вас еще одну очень интересную сказку. Скорее садитесь поудобнее перед экранами, сажайте себе на колени свои самые-самые любимые игрушки и готовьтесь меня внимательно слушать. Наша сегодняшняя сказка называется «Как гордая мышь искала жену своему сыну-красавцу». Когда-то, давным-давно, в широком поле в мышином царстве жила-была обыкновенная серая мышь. Была у нее глубокая норка, где она спала. Были у нее просторные кладовые, где она запасала на зиму зерно, корешки и орешки. Пришло время, и у мышки родился мышонок. Все соседи обрадовались. Они говорили, пусть он вырастет крепким и сильным, пусть он будет нашим защитником. Мама-мышка и нарадоваться не могла на своего красавца-мышонка. Она все свободное время на него смотрела. Таким красивым он ей казался. А мышонок и впрямь был красавцем. Глазки у него были самые черненькие, носик у него был самый остренький, а усики у него были самые длинненькие. Это видели все. Этого нельзя было не заметить. Мыши говорили, повезло тебе, соседка. Твой мышонок настоящий красавец. Он самый быстроногий, он самый юркий. Мама-мышь слушала эти слова и от гордости надувалась. Пришло время, и она уже перестала общаться с соседками. Она только и делала, что смотрела и любовалась на своего сына. Красавца-мышонка. И все время его учила, как нужно вести себя и что нужно в норку нести. Красивый мышонок подрос. Мышки-соседки смотрели на него, и им было приятно, что среди них появился такой удалец. Он молодец из молодцов, говорила первая мышь. Он самый осторожный и самый быстроногий, говорила вторая мышь. Он самый добычливый, он самый острозубый, говорила третья мышь. У него самый чуткий слух. Он первый слышит о приближении лисицы, говорила четвертая мышь. А по-моему, он самый отважный, говорила пятая. И ему вообще не страшна никакая лисица. Он самый красивый, говорила шестая мышь. Никогда еще среди мышей не было такого красавца. Мать-мышонка ну совсем раздулась от гордости. Ее уже и звали не иначе, как гордая мышь. Пришла пора красавцу-мышонку жениться. Соседка-мышь и говорит ей. Мы с дочкой острозубые и проворные. Когда мы роемся в поле, мы перегрызаем самые толстые корешки. Дочка моя послушная и работящая. Она будет хорошей женой, твоему сыну-красавцу. О, нет-нет-нет, говорит гордая мышь. Твоя дочка обыкновенная серая мышка. А мой сын необыкновенный красавец-мышонок. Я хочу породниться с самым знатным семейством. Семейством, которое сильнее всех на свете. И решила гордая мышь отправиться к красно-солнцу. Чтобы посватать его дочь за своего красавца-мышонка. Пришла гордая мышь к солнцу и говорит. Красное солнце, ты даришь земле тепло и свет. Ты не жалеешь своих лучей. Ты кормишь и обогреваешь все живое. Ты сильнее всех на свете. И поэтому я пришла посватать твою дочь за моего красавца-мышонка. Я хочу породниться с теми, кто сильнее всех на свете. Нет, говорит красное солнце, не я сильнее всех на свете. Это правда, что я обогреваю всю землю и даю людям свет и тепло. Но туча сильнее меня. Если она меня закроет, я уже не могу никому дарить свет и тепло. Спасибо тебе, красное солнце, за то, что ты ничего от меня не скрываешь, говорит гордая мышь. Нет, твоя дочь нам не подходит. Пойду я к туче. Пришла гордая мышь к туче и говорит. Черная туча, ты в любой момент можешь затмить красное солнце. Ты сильнее всех на свете. Я хочу посватать твою дочь за моего красавца-мышонка. Я хочу породниться с тем семейством, кто сильнее всех на свете. Нет, отвечает туча. Не я сильнее всех на свете. Меня сильнее ветер. Ведь не по своей воле я закрываю красное солнце. Куда ветер меня несет, туда я и кочую. Спасибо, черная туча, что ты ничего от меня не скрываешь. Нет, твоя дочь нам не подходит. Пойду я к буйному ветру. Пришла гордая мышь к ветру и говорит. Буйный ветер, ты гоняешь по небу черную тучу, которая затмевает само красное солнце. Ты сильнее всех на свете. Я хочу посватать твою дочь за моего красавца-мышонка. Нет, говорит ветер. Не я сильнее всех на свете. Это правда, что я могу перемещать огромные тучи, которые затмевают солнце. Но бык, который пасется в поле, сильнее меня. Сколько бы я ни дул, бык даже хвостом не шелохнет. Спасибо тебе, буйный ветер, за то, что сказал мне правду, отвечает гордая мышь. Твоя дочь нам не подходит. Я пойду к быку. Прибежала мышь к быку и говорит. Могучий бык, ты спокойно пасешься в поле. Тебя не может шелохнуть буйный ветер. А он легко гоняет по небу черную тучу, которая затмевает даже само красное солнце. Ты сильнее всех на свете. Я хочу посватать твою дочь за моего красавца-мышонка. Нет, говорит бык, не я сильнее всех на свете. Это верно, что ветер меня не сдует. Но плуг сильнее меня. Когда люди пашут землю, мы, могучие быки, тащим в плуг вчетвером и даже восьмером. И шеи у нас болят, и спины у нас трещат. Нет, бык, твоя дочь нам не подходит, говорит гордая мышь. Пойду к плугу. Да, отвечает плуг. Я сильный. Я перевернул всю землю на пашнях. Целину я превращаю в поля. Кормлю весь человеческий род. Но я не могу сказать, что я самый сильный на свете. Когда я натыкаюсь на корень, я останавливаюсь. Значит, корень сильнее меня. Прощай, плуг, сказала гордая мышь. И побежала прочь. Она бежала со всех ног и думала, сильнее всех корень. Но корень очень легко перегрызает моя шустрая соседка со своей проворной дочерью. Значит, они сильнее всех на свете. Оказывается, не надо было далеко ходить, чтобы найти достойную невесту, моему сыну-красавцу. И ее необыкновенный красавец-мышонок женился на обыкновенной серой мышке. Но, впрочем, дорогие друзья, какая же она обыкновенная? Если она сильнее всех на свете. Вот и закончилась эта удивительная сказка. Сколько же сил потратила бедная мама-мышь, чтобы найти невесту для своего сына-красавца. А все это время рядом с ней жила такая прекрасная невестка-мышка. Шустрая и проборная. И вы, ребятки, тоже никогда не забывайте, что нас с вами всегда окружает очень много добрых, заботливых, прекрасных и удивительных людей. Ну что ж, наша сказка подошла к концу. Я хочу пожелать вам, чтобы вы были здоровые и счастливые. Чтобы вы были послушные и помогали своим родителям по хозяйству. Увидимся с вами вновь на нашем канале Баланс ТВ. В гостях у мастерицы-ведуницы. Всего вам доброго, ребята. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»